По итогам 2021 года пенсии увеличат больше, чем ранее запланированные 5,9%. Но конкретных цифр чиновники пока не назвали. Как повышение пенсионного возраста повлияло на индексацию пенсии в 2018 году был принят закон, который обязывает правительство ежегодно повышать пенсии неработающим пенсионерам выше уровня фактической инфляции. Такие меры были приняты в связи с пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста. Как пояснили журналистам в Минтруде, на период с 2019 по 2024 годы предусмотрено ежегодное увеличение страховой пенсии и фиксированный выплаток страховой пенсии выше инфляции. В январе 2021 года пенсии увеличились на 6,3%, в сентябре пенсионеры получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Таким образом общий рост составил 11,1%, что превышает предполагаемую инфляцию по итогам текущего года. А за последние 6 лет индексация обогнала инфляцию на 9%. С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — 55%. Индексация пенсий в 2022 году будет выше уровня инфляции, но это индексация в 2021 году, по итогам которой средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составил 17,481 рублей. Запланировано, что к 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии должен превысить 20 тысяч рублей. Поэтому правительство намерено увеличить размеры индексации, который с 1 января 2022 года запланирован в размере 5,9%. Варианты дополнительной компенсации инфляции для пенсионеров пока рассматриваются. Эксперты говорят, что возможно как дополнительная индексация в феврале или марте, так и единовременная выплата. То, что пенсионерам в 2022 году повысит пенсию выше уровня инфляции, пообещал президент России Владимир Путин. Это подтверждает пресс-служба Минтруда, в соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсии в 2022 году по итогам 2021 года.